Недельная глава Ваикра описывает порядок различных жертвоприношений. И мы уже говорили, что жертвоприношение – неточное слово. Правильное слово – это корбан. Слово лекареф – это приближать коров близкий. И что приближать? Приблизить человека к Всевышнему, особенно если он совершил некую ошибку, и он хочет вернуться к Всевышнему, сделав чуву и принеся жертву. Давайте на минутку задумаемся, почему мы совершаем ошибки. Эта тема достаточно глубока и велика, но несколько слов скажем об этом. Вспомним предыдущую главу. Это глава главы Ваикхель Пикудей строительства Мишкана, то есть переносного храма в пустыне. И назван он в Торе еще «Мишкан свидетельства» – «Идут». А свидетельством чего он был? На этот вопрос в своем комментарии Раши отвечает, что Мишкан стал для Израиля свидетельством, что Всевышний простил ему ошибку создания золотого тельца. Откуда мы это знаем? Потому что шхина, присутствие Всевышнего, она пребывала среди народа, среди народа Израиля. И действительно, после сотворения золотого тельца евреи упали духом, потому что они видели все эти чудеса, которые Всевышний явил им. И вот, видя все вот это, они создали идола. Но Мишкан, он был призван укрепить сердца евреев, показать, что вот эта ошибка, она в некоторой мере исправлена. А ведь действительно, при всем при том, что все евреи были свидетели единства Всевышнего, громадных чудес, которые происходили, это и переход через Красное Можие, Многочисленные чудеса в пустыне. Создание идола. Трудно себе представить вообще, как такое вообще может уложиться. Почему нам трудно представить? Как такое может уложиться в голове? Почему нам трудно представить? Потому что мы не того поколения, а равнозначно тому, как большая сила, большая интенсивность и присутствие Всевышнего была тогда в те времена для тех поколений, точно так же и Ецерара был достаточно силен в той же мере, чтобы отвратить евреев от истинного пути. И мы знаем, что идея создания Золотого Тельца принадлежала так называемому сброду, который вышел с Евреями из Египта. На еврейском это называется Эрефраф. Это люди, которые присоединились к еврейскому народу по конъюнктурным причинам. Не будем сейчас входить в эту тему. Кого она интересует, можете обратиться к книге Эвеншлема Виленского гона. Она есть и на русском языке. Там есть некоторая информация, кто этот Эрефраф и что вообще это за феномен такой. Люди, которые увидели, что евреям начало быть хорошо, с ними начали происходить чудеса, быстренько примкнули к ним. Формально они как бы тоже с радостью служили, но на самом деле души у них остались те же, качества у них остались те же. Все осталось таким же, кроме внешних признаков объединения якобы с еврейским народом. И эти люди и были инициаторами создания Золотого Тельца. Если провести аналогию, Эрефраф переводится как Большое Смешение севрита, Смешение Большое. Этот феномен мы наблюдаем часто у себя в головах. Из-за того, что мы вступаем в интеракцию, во взаимодействии с внешним миром, нам поступает различного рода информация в голову, которая является источником соблазнов и, не дай Бог, совершения неких ошибок. Это Эрефраф. Причем часто эта информация имеет очень благую форму. Тебе кажется, что ты если уделишь время на какое-то чтиво, будь то в социальных сетях, будь то еще что-то, даже с хорошим наклоном, даже вроде какие-то духовные вещи, потихонечку начинаешь переключаться и на другие вещи, и вот ты уже потерял несколько часов, будь то блужданий по интернету, будь то еще какое-то бесполезное времяпропровождение. Это все Эрефраф, это смешение в нашей голове мыслей, которые и интенций, побуждений, которые притворяются благими, которые якобы имеют форму правильных мыслей, правильных направлений, но в конечном счете приводят совершенно не к тому результату. Фактически эти мысли это скрытые яцерара. Теперь, а как их разузнать, кто это такие, что это за мысли такие, как их контролировать? Законный вопрос, как эти мысли можно контролировать? Ответ. Надо контролировать не мысли, а надо контролировать то, куда мы тратим свое время. Если мы тратим свое время на пустое, будут пустые результаты, и все, что с ними связано. Пустые эмоции, разочарования, пустые мысли. Контроль времени является для человека ключевым для того, чтобы он не попал опять в Египет, в рабство, рабство собственных вожделений. Поэтому многочисленные истории про наших мудрецов и прошлых поколений, и этих поколений покажет, как наши мудрецы ценили каждую минуточку собственного времени. Потому что тебе придется дать отчет после 120 лет перед небесами, куда ты потратил это земное время, для чего. Поэтому для того, чтобы не допускать размножение эры в прав в нашем мозгу, в нашем интеллекте, в нашей душе, мы должны уметь контролировать время и ставить заслонки ненужным деятельностям, ненужным времяпрепровождением, ненужным активитисом английским, ненужным практиком, все, что ведет не туда. Постепенно у нас выработается чувство ревности за смысл жизни. Вот это очень неплохое выражение. Чувство ревности за смысл жизни. равно чувство ревности за то, что лучше это время потратить на Тору, на своих близких, на притягивание шхины в этот мир, света в этот мир. И это наш самый настоящий корбан. Это поставить заслонку препятствия к своему неуемному любопытству, смешанную с ленью, смешанную с другими неправильными качествами, над которыми мы всегда работаем. И не убивать собственное время, не тратить его на ненужные пустые вещи. Это очень-очень важно. и ненужные ненужные вещи. Продолжение следует...